Многим из тех, кто живет в Америке не так уж долго, все эти ожесточенные битвы вокруг прививок представляются странными, поскольку в наши ранние годы о прививках многие даже совсем не думали, легко их делали и соответствующими болезнями не заражались. В России также совершенно неслыханным, ну конечно было бы например судебное противостояние какой-нибудь Вологодской области с Москвой по поводу чего бы то ни было. Но Америка другая страна, каждый штат в ее составе действительно во многих отношениях независимое государство, которое к тому же часто очень скептически относится к способностям и талантам федерального правительства. К попыткам нарушения частичного суверенитета штаты относятся очень болезненно, особенно когда речь идет о правительстве в Вашингтоне политических оппонентов. Ну и все-таки в отношении коронавируса речь идет о принципиально новых прививках. С одной стороны они используют вместо ослабленного вируса частичную его генетическую копию, так что даже самой минимальной опасности заражения коронавирусом в результате прививок нет. Но с другой стороны, например, новые прививки явно чрезвычайно сильно активизируют иммунную систему организма. Были сообщения о том, что после второго укола новых вакцин число антител в организме может увеличиться больше чем 80 раз, а это не может не означать больших нагрузок. Очень редким, согласно официальной позиции, результатам прививок нового типа бывает воспаление мышцы сердца, сопровождаемое пульсом и в 170 и выше, ударов в минуту. Какое-то время сердце работает на износ, но согласно медикам, постоянный ущерб сердцу бывает в этих случаях редким и незначительным. Некоторых пугает то, что средние и долгосрочные результаты прививок не до конца изучены. Еще один конфликт штата и Вашингтона. Губернатор Техаса запретил ультимативные требования школ и других учреждений и организаций на территории штата об обязательном ношении на их территории масок. Этот запрет был принят в ответ на требования об обязательных масках на территории федеральных учреждений и в других ситуациях со стороны федерального правительства. Ну и только что федеральный судья объявил запрет Техаса на требования об обязательном ношении масок в школах, во всяком случае незаконном. А школы теперь могут требовать ношения масок на своей территории, что, по мнению губернатора, резко урезало свободу родителей в воспитании их детей. Израиль участвовал сегодня в пока необычных для Ближнего Востока военных маневрах. Они были военно-морскими и проходили, в частности, в Красном море. При этом партнерами Израиля были не только США, как это достаточно часто бывает, но также Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. В прошлом Израиль уже участвовал в многосторонних военных учениях, в которых принимали участие на некотором территориальном отдалении и Объединенные Эмираты. Но сейчас израильские военные моряки впервые участвуют с военными ОАЭ и Бахрейна в совместных действительно военных операциях. Проводятся эти пятидневные военные игры после того, как Пентагон перенес все-таки Израиль из зоны ответственности своего европейского командования в командование, занимающееся Ближним Востоком. Конечно, когда Израиль считался частью Европы, это было с престижной точки зрения здорово, но для военных операций, наверное, подходило мало. То, что Израилем занимались часто военные, которые специализировались на Европе, к большей эффективности работы Пентагона не приводило. Сегодня и в самом Израиле проводились общенациональные маневры, но другого типа это были учения на случай новой вспышки коронавируса. Название учений Омега в Израиле Омега называет новую особенно опасную вариацию вируса, который может появиться в будущем, но который, естественно, пока не существует. Сегодня имитировали условия массовых заражений и необходимости приема больницами большего числа пациентов, чем позволяют в принципе их расчетные мощности. Учения показали в целом хорошую готовность медиков и администраторов к возможным будущим кризисам. В следующей части о сюрпризе в законе об инфраструктуре. Субтитры создавал DimaTorzok